Всем привет, ребята! Этой осенью так вышло, что я уже поиграл в довольно много новых игр. И дело не в том, что у меня откуда-то появилось свободное время, нет, здесь всё как всегда. Куча дел, куча проектов, простудился. Скорее, вышло довольно большое количество игр, которые пропускать ну совсем никак не хочется. Вот о них сегодня и поговорим. Но сначала о главном. Ровно сто лет назад советское правительство, возглавляемое Владимиром Лениным, признало независимость Финляндии. И знаете, что финны в честь этого сделали? Новую игру для НЭС. Называется это дело. Оформили всё красиво. Коробочку напечатали. Переводится как «чёрт возьми, Финляндии сотня лет». Ну, по крайней мере, так говорит Гугл. Это сборник мини-игр. Одна из которых набитие щей возле киоска. В другой игроку предлагают стрелять запером по советским солдатам в советско-финской войне. Ну, а в третий — вы тюлень, который уворачивается от мин и, конечно же, стреляет лазерами из глаз. Война в вашей стране — это, конечно, очень плохо. Но нельзя же смотреть на эту ситуацию настолько однобоко. Мозги-то надо иметь. Мало того, что люди Нинтендо Уолл Чемпионшипс ищут годами, а теперь ещё и это. 240 экземпляров всего было. Бесесда завезла хоррорца. Вторая часть «The Evil Within» вышла около недели назад, и в неё я залипаю прямо сейчас. Главный герой, бывший детектив Себастьян, сбегает в дом, где буквально заживо горит его дочь Лили. Подбегает и такой говорит «Ты где, Лили? Я пришёл». А она ему такая «Нет, папа, ты не пришёл». «Лили? Нет!» «Ты не, не, папа!» Это оказывается сном. Батя, естественно, бухает. И тут начинается дочь якобы живая. Её забрали чуваки из некого проекта «Мёбиус» для роли ядра в какой-то там системе стем. И там что-то не так. И батя должен мчать в этот стем, а он как матрица, только телепорт туда через ржавые ванны. Как у твоей бабули на даче. Ну, для поливки помидоров. И вот он там наблюдает криповые артхаусные картины. А потом вжух. Добрый вечер, блин. Я как человек, который не играл в первую часть, такой «Воу». «Воу!» «Это что нахрен сейчас было?» Знаете, это из тех случаев, когда дико хочется играть ещё, но как только вылезает очередная крипота, хочется отложить контроллер и пойти так вот выпить кофейку, подумать немножечко. По крайней мере, у меня так. Ладно, давайте о геймплее. Слава богу, что такая жесть тут не на каждом ходу, иначе я полгода это проходил. Спасибо, резидента мне хватило. Здесь есть зомбаки. И мало патронов. И арбалет с разными болтами. Короче, предлагается столсовать. И экономить. Дальше, конечно, появляется там и дробовик, и всё такое, но суть, я думаю, ясна. Есть отряд Мёбиуса, который попал сюда раньше и не справился. Кого-то уже перебили, кто-то напуган до усрачки и не особо идёт на контакт. Придётся справляться самому. Вот кабинет Себастьяна, который сгенерировал его мозг, как безопасную зону. В него можно попасть через зеркала и, к примеру, прокачать умение главному герою с помощью жижи, собранной с зомбаков. Прокачка оружия и крафт происходят на верстаках. Ещё раз привет резиденту. Но можно и в полевых условиях. Правда, тогда расход ресурсов будет слишком невыгодным. Для меня в таких играх во главе всего, конечно же, стоит история и атмосфера. Когда пугают не скримерами, а самой этой атмосферой. Когда ты в ужасе просто каждую минуту и просто уже боишься идти вперёд. Куда угодно. The Evil Within 2 успешно с этим справляется. Для тех, кто скучает по классическому Silent Hill, однозначно посоветую. Для уверенности чекайте ссылку в описании. Переходим к Nintendo. Слышали уже о регистрации патента на Game Boy? Я же говорил, что будет Game Boy Mini. Это ж чёртова золотая жила. Nintendo в последнее время что-то вообще дико усилились в сторону самокопирования. Вы заметили? И в данном случае это вроде бы даже как-то и неплохо. Metroid Samus Returns для 3DS вышел ещё в сентябре. Напомню, это ремейк второго Метроида. Кстати, как раз с Game Boy. Это был определённо самый слабый Метроид в основной линейке. Он ещё и сложный был до невозможности, запутанный. Куда идти непонятно, где искать этих тварей не ясно. В общем, игра дропается, как только понимаешь, что уже неделю бегаешь по кругу и никакого прогресса нет. Ну или раньше. И при детальном изучении ремейка становится ясно, что проблему эту поправили. Я бы даже сказал, перестарались. Вот многие говорят, по крайней мере я слышал, что это тот самый 2D Метроид, как в старые времена, прям как классика. Да нифига. Samus Returns — это самый простой плоский Метроид. Ну, в смысле, двухмерный. Местность можно сканировать и видеть всё сквозь стены. Вы понимаете, что это означает? Таким образом, секреты просто перестали быть секретами, а на них построена вся игра. То есть у вас всегда есть куча мест, куда ещё можно сходить. Искать и исследовать больше не нужно. Просто проверяешь все доступные споты по кругу и вуаля! Игра проходится дальше. Здоровье с врагов сыпется тоннами, то есть тоже упростили. Однако всё это не значит, что игра плохая. Да, она немножко другая, но старый новый Метроид затягивает. Он как бы всё ещё вроде бы Метроид. Просто с поправкой на 2017, где всё стало проще. Ещё одна новинка из прошлого — Mario & Luigi Superstar Saga плюс Bowser's Minions. Господи, я запомнил это. На этот раз игра с Game Boy Advance. В оригинал я начинал играть, но почему-то так и не добил. Не помню уже. Серия эта отличная. Одна из моих самых любимых на консолях Nintendo. RPG-игры о грибном королевстве зародились ещё в 96-м, когда на SNES выпустили Super Mario RPG совместно со Square. Дальше Nintendo взялись за это дело сами и для домашних систем создали Paper Mario, а для портативных — Mario & Luigi. По крайней мере, так было в начале. И Superstar Saga — это как раз-таки первая игра в своей подсерии, и с неё свободно можно знакомиться с Mario & Luigi. Интересно то, что игра выбрала в себя классические методы повествования для JRPG и представила собственный взгляд на боёвку, основная фишка которой — то, что игроку, чёрт возьми, не скучно. Ни когда сам идёшь в атаку, ни когда нападают враги. Всё зависит от вашего скилла вовремя жать на кнопки, которые отдельно закреплены за Марио и отдельно за Луиджи. Ну а что касается самого ремейка, он замечательный, потому что отличается от основной игры минимально. На этот раз точно добью. Здорово, что игра всё ещё со спрайтовой графикой, никаких пререканий тут быть не может. Очень удобно играть с двумя экранами, так как на геймбой-то был один. Ну и за плюшки новые спасибо. Отдельная история с миньонами Боузера в главной роли — это приятно. Надеюсь, что помог вам с выбором, во что поиграть в ближайшее время, на что обратить своё внимание. Был ещё Капхэд, который я с удовольствием прошёл. Он мастхэвный, но он какой-то слишком популярный получился, и выходит, что говорить про него уже не тренд. Я, наверное, немножечко запоздал. И ещё больше крутых игр выходит совсем скоро, так что оставайтесь на связи и приходите на нашу встречу с подписчиками 11 ноября в Москве. Пока!